Иерусалим, который в сердце. Путешествие к тайнам мировой души с ученым-каббалистом Михаэлем Лайтманом. Люди считают Иерусалим духовной столицей мира. Это поистине святое место для всех религий. И на самом деле это место святости в мире. Это центр мира. Здесь присутствует некая особая сила. В каждом человеке она ощущается по-своему. Что это за сила, которая вдруг возникает в человеке и действует на него, притягивая его к Иерусалиму? А есть такие, кого она наоборот отталкивает. Человек начинает чувствовать духовный корень этого города. Он существует внутри нас, рядом с нами. И в нем есть духовная жизнь, вечная жизнь. В нем сила любви. Мы видим камни, улицы, но сам этот город мы не чувствуем. Истинный Иерусалим возможно ощутить только в исправленном сердце. Сердце человека. Все существующее в этом мире нисходит к нам свыше. А потому есть Иерусалим, который наверху, и есть Иерусалим, который внизу. Духовное сердце, то есть Малхут, наверху, и человеческое сердце внизу. Если мы хотим построить этот город, то должны прежде всего выстроить свое сердце. Исправить его. Что такое сердце? Сердце в духовном называется желание человека. Если желание ограничено лишь этим миром, и тем, как в нем получше устроиться, едой, сексом, властью, славой, всем, что есть у человека в этой жизни, которым хочет быть известным, знаменитым, то это просто эгоистическое сердце. Значит, человеку достаточно этого мира. И ему не нужен духовный Иерусалим. Если же ему недостаточно этого мира, и он ищет и чувствует, что ему чего-то не хватает, то это означает, что человек этот желает подняться над этим миром и ощутить духовный мир. И тогда его сердце жаждет исправления. Он мечтает стать свободным от своих эгоистических желаний. Это не происходит за одно мгновение. Сначала человек строит стену между всеми своими желаниями. Он отделяет чистые желания от нечистых, эгоистические от альтруистических. Он словно строит стену вокруг города. Стена. окружающая город. Стена. Окружающая город. Это защита города. Когда человек исправляет свое сердце, чтобы оно стало словно Иерусалим, он должен отделить в своем сердце хорошие мысли, которыми хочет приблизиться к духовному, от плохих мыслей, которые пока не устремлены к святости. Он отделяет одни мысли от других. Он строит между ними стену, которая бы охраняла желание к постижению духовного от вредных желаний, которые не стремятся к этому. И вот когда у человека будет такая стена, то за ней он и построит город. Это трудная работа. Отделить одни желания от других. Ведь наше эго все время давит на нас и настраивает на себя. Оно подстегивает человека, пробуждая в нем все большее и большее желания. И здесь самое главное, самое главное не сломаться. Нужно беречь свое огромное желание к духовному. Как бережешь редкий цветок. Надо вести себя так, словно ты слеп и глух, и не замечаешь и не слышишь этих разумных, в кавычках, эгоистических советов. Если, несмотря ни на что, человек хочет вырваться из своего эгоистического мира, выйти из него и войти в Иерусалим, который наверху, то что же ему делать? Ему надо искать ворота, ведущие внутрь города. Городские ворота. Городские ворота – это особое место. Если человек делает в себе исправление согласно этому свойству, которое называется ворота, и достигает подобия этому особому свойству, которое есть во всей городской стене, то тогда в стене открывается отверстие, и он входит в город. На самом деле не нужно никаких ворот. Есть стена. Я подхожу к стене. Стена – это условие. Если я выполняю это условие, то открывается вход, и я прохожу внутрь. Но поскольку город окружает множество условий, ведь город – это совокупность многих желаний, то в стене есть точки средоточения особых свойств, свойств любви и отдачи. Если человек достигает подобия с ними, достигает до их высоты, тогда он входит внутрь. Поэтому в городской стене есть такие места, как символы этих основных свойств, высоких духовных качеств, приобретя которые человек получает право войти в город. Он обретает чистоту, антиэгоистический экран, который позволяет получать свет на тех условиях, на которые указывает стена. Условия эти соответствуют духовному Иерусалиму. Внутри города правит абсолютный альтруизм, совершенная отдача. А вне города – свойство получения, эгоизм. И для того, чтобы пройти эту стену, человек должен совершить скачок во внутренних изменениях своих, в своем сердце. Скачок от эгоизма к альтруизму. Путь. Путь, по которому ты приближаешься к духовному Иерусалиму, это те ошибки, неразбериха, чувство отчаяния и бессилия. Все эти состояния, когда ты чувствуешь, что ты приближаешься, то отдаляясь от высшего Иерусалима, то становясь ближе к нему, ты все же проходишь через эти состояния и исправляешь их. Это и означает, что ты продвигаешься вперед, к Иерусалиму. Поэтому хорошо, что есть ошибки и помехи, сбивающие тебя с пути. Это как раз и дает тебе возможность остановиться и проверить себя. Из того места, где ты сейчас находишься, еще точнее направить себя к высшему Иерусалиму. И всякий раз Иерусалим будет казаться тебе другим. И твои состояния будут меняться. Но как раз именно из всех этих ощущений, различных ситуаций и открывается человеку этот высший город. Война. Сегодня в нашем сердце царит разрушение. Посмотрите на этот мир. Он поделен на части. Его сотрясают войны и страдания. Каждый, живущий в этом мире, он словно раковая клетка, которая живет лишь для самой себя и пожирает остальных. Так Иерусалим. Мы разрываем его на части. И как же возможно, чтобы в таком состоянии вдруг могли пробудиться свойства подлинного Иерусалима? Как столица единения, любви, слияния с Творцом? Как это может произойти, если среди его жителей нет единства? В будущем еще будут вестись очень большие битвы за Иерусалим. В основном речь идет о духовной войне. Потому что нечистые силы и силы святости постоянно стремятся захватить то место, куда должен прийти высший свет. И это противоборство не прекратится до самого конца исправления, когда произойдет самая большая битва. Последняя схватка в войне Гога-Магога, которая уже развернулась сегодня во всю свою силу. Совершенный трепет. Все тайны скрываются в имени Иерусалим. Иерушалай. От слова Ира Шлема. Страх возвышенный. Этот страх возникает, если я исправлен до такой высоты, до такого состояния, когда боюсь. Боюсь, смогу ли я отдать ближнему всю свою любовь. И тогда из этого страха, который я ощущаю, раскрывается понимание всей методики системы святов, системы сил. И тогда человек видит силы Машеха. От слова Лемшох. Вытягивать. Которые вытягивают его из эгоизма в альтруизм. Из ненависти в любовь. Из Иерусалима материального в Иерусалим в духовное. К храму. Храм. Место храма это место концентрации духовных сил. Это место было символом свойств святости. Если человек держался за эти силы, действующие в духовном, то они властвовали над ним. Над его желаниями. Поэтому люди стремились прийти сюда, желая соединить материальное с духовным. Чтобы и на материальном уровне выполнить то же самое действие, которое они совершали в своем внутреннем храме. В сердце своем. Человек приносил сюда, к этим камням, собранные плоды. Свои пожертвования. Десятую часть урожая. Все, что человек создавал и производил, он приносил сюда, чтобы осветить свою работу. Это было символом той самой духовной отдачи, которую он ощущал в своем сердце. Тогда не было молитвенников. Люди приходили сюда и говорили прямо из глубины своих сердец. Говорили именно то, что они чувствовали в сердце. Это и было их обращение к высшей силе. Они не нуждались в словах. В храме были священники, которые назывались коины, которые обслуживали его. Это были люди, уже полностью очистившиеся от эгоизма этого мира. Поднявшиеся над всеми своими желаниями к отдаче и совершенной любви. И только им было позволено принимать пожертвования и приношения, поскольку ни один из них не мог ничего взять для себя самого. Все полученное они передавали храму. Эти священнослужители, эти коины, означают те желания, которые находятся в нас и хотят от нас лишь одного. Принести в этот мир знания о высшей силе. Эти высокие и возвышенные желания есть в каждом из нас. Придет время, и они проснутся в нас. Эти высокие желания абсолютной любви и отдачи. Разрушение храма. От того, что был разрушен храм, здесь образовалось место разрушения святости. И усилились темной силой, силой нечистоты, силой эгоизма. С тех пор они окружают это место, желая питаться от него, вытягивая отсюда свет и энергию. И на самом деле, именно так они и делают, эти эгоистические силы. Это дает им силы. Тогда как мы, мы не чувствуем силы. Ощущаем себя слабыми, опустошенными, несчастными. Но в действительности не они, а мы должны первыми начать свое исправление и привлечь всех остальных к исправлению и духовному возвышению. Тогда и они, силы эгоизма, тоже невольно поднимутся в святости. И исчезнут они, эти нечистые силы. И будет один дом, как написано у пророков. Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов, так написано. И будет один святой храм для всего человечества. Когда-то я путешествовал по Америке и остановился на субботу в маленьком городке под названием Джексон, на севере Соединенных Штатов. Я жил там, в городской гостинице, в городе, который весь был словно маленькая деревня. Около меня поселился сосед, с которым нам случилось сидеть вместе на лужайке. Он был из Германии и, судя по его рукам, занимался какой-то простой работой. Он сразу понял, что я еврей и спросил меня, откуда я приехал. Я ответил, что из Израиля. И тогда у него был ко мне лишь один вопрос и действительно очень серьезный. Он спросил меня с такой болью, почему вы не строите третий храм? Я ответил ему, как возможно построить храм, если в нашем сердце царит разбиение? И он это понял и сказал, так давайте начнем исправлять его. Молитва. Начнем со своего сердца и будем просить исправления. Просьба об исправлении называется молитвой. Молитва это не то, что написано в молитвеннике, а то, что написано в человеческом сердце. Просьба дать силу для исправления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В элитвеннике нас из этого мира в духовный мир из эгоистических желаний к альтруистическим свойствам к отдаче к любви если человек приходит именно за этим он обязан получить ответ это стена города стена храма должна дать человеку экран систему противостояния эгоистическим желаниям открыть дорогу в духовный мир а если у человека будет экран он построить третий храм у себя в сердце и только если построит его в своем сердце тогда сможет представить храм и в материальном виде и описать его до самых мельчайших подробностей каждая деталь храма это связь человека с высшим подлинная молитва может быть только одна молитва за общество когда человек соединяется с обществом и становится с ним как единое тело как один человек с одним сердцем и тогда все человечество объединяется в его единое большое сердце лишь одна молитва достигает высшего духовного храма и оттуда приходит ответ эта молитва о том чтобы все мы соединились вместе обрели духовные силы и начали бы жить в духовном пространстве будем надеяться что однажды мы удостоимся такого состояния когда сможем отстроить иерусалим и над этими стенами поднимется город который действительно станет городом святости вся его форма будет точно соответствовать его высшему духовному корню миру оцелут это в сущности и есть настоящий иерусалим а 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 Субтитры создавал DimaTorzok